В Кирове 13.06 в эфире программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина, приветствую слушателей, говорю здравствуйте гостю нашей студии. Сегодня это Игорь Олин, директор средней школы поселка Вахруш и блогер Игорь Витальевич. Добрый день, очень рады вас видеть. Добрый день, тоже очень рад. Сразу должна предупредить слушателей, да, что программа наша выходит в записи. Мы встречаемся в конце августа, потому что непосредственно перед началом учебного года и сразу после у нашего гостя будет очень загруженный график. Но я думаю, что на качестве нашей программы и на тех темах, которые мы будем обсуждать, это не скажется. Но все-таки 2 сентября на дворе, 2 сентября наша программа выходит, и вот уже с полным правом мы можем всех поздравить с состоявшимся началом учебного года. Это праздник. Присоединяюсь, да, конечно, праздник. Да, ну, основная тема нашего разговора, конечно, чего мы ждем от нового учебного года. Но вначале давайте немножечко вспомним прошедший учебный год, насколько непростым он был из-за пандемии, как коронавирусная реальность оказалась на учебном процессе, что пришлось перестраивать, переделывать, к чему были готовы, там, как экзамены сдавали ваши ребята, все ли получилось? Прошлый учебный год я бы оценил как вполне позитивный, мне он очень понравился. Было несколько моментов, которые вот я бы хотел отметить как хорошие плюсы. Прежде всего, мы отработали первый год, когда классные руководители получали 5000 рублей ежемесячную надбавку. В принципе, у нас из-за классного руководства в последние годы часто были конфликты, связанные именно с оплатой, потому что за счет школьного фонда какие-то более-менее нормальные средства платить было невозможно. То есть можно было там заплатить тысячу, полторы, две тысячи. А нагрузки-то больше гораздо? А нагрузка на классного руководителя всегда очень большая, работают там очень много. И теперь вот эти споры из-за доплат, тем более они школьные, были сохранены, и плюсом вот пошли еще эти 5000. Поэтому мы как-то год прожили вообще без дискуссий о том, какие надбавки доплаты кому надо платить. Это было очень хорошо, потому что много сил всегда занимают эти распри. Сейчас у нас было много времени именно на работу. Плюсом было также то, что дети с первого по четвертый класс получали бесплатное горячее питание. Такая реформа по всей стране прошла, но наш регион вступил в эту программу сразу. И довольно неплохо подготовились прошлым летом. И с сентября без сбоев каких-то, в общем-то, эту программу мы реализуем. Я считаю, что она очень позитивная. Одна из самых, наверное, лучших вообще на моей памяти, что вот школу внедрялась, но вот это одно из лучших направлений. Потом плюсом было большим то, что по программе цифровая образовательная среда в школы, пока в государственные, но в этом году и в муниципальные, к нам пришло большое количество техники. Мы примерно на 3 миллиона получили техники. Техники – это компьютеры? Да, около 60 ноутбуков, МФУ. Получили классные такие интерактивные комплексы, которые одновременно выполняют роль и компьютера, и интерактивные доски. Техническое оснащение получается, да? Школа такое подкрепление мощное получила. Да, вот если учесть, что у нас в школе учебные расходы, учебная субвенция именно на материально-техническую базу ежегодно 600 тысяч рублей, причем отсюда мы покупаем и учебники, и мебель, какие-то другие необходимые вещи, аттестаты те же, например, то, конечно, мы могли тратить в год порядка 100-150 тысяч на приобретение вот такой техники, а тут сразу на 3 миллиона, конечно. При нынешнем курсе рубля, к сожалению, мы все понимаем, много не купить на это. Все видят, сколько стоит ноутбук хороший в магазине. Потом такая программа еще была реализована, она и до сих пор будет сейчас реализовываться, уже по другим направлениям. Это так называемые точки роста, помещения, куда поступает оборудование современное по разным предметам. Вот нам поступило оборудование по АБЖ, технологии, информатике. А сейчас в этом году другие уже школы получат оборудование по химии, физике, биологии. Но это делается для того, чтобы, ну, тоже понимают, что не на что особо новое оборудование покупателя. То есть это прямо оснащение какой-то школьных лабораторий, там еще чего-то, классы учебные, да, какие-то пособия какие-то? Да, два помещения, были выделены деньги на то, чтобы их как следует оформить, отремонтировать. И вот было закуплено новое оборудование, и мы им пользуемся. Ну, там тоже, конечно, не без проблем, но у нас всегда бывает не без проблем, но в целом, как бы, я тоже оцениваю эти шаги положительно. Это такие прямо вот существенные, материальные, получается, да, такие стимулы, наверное, для учеников и для учителей, и в целом для школы, и для вас, как для директора. А с точки зрения организации лечебного процесса были какие-то там сложности? Начиналось все непросто у нас. В сентябре мы выводили на карантин, по-моему, три класса. Кто-то заболел, да? Заболели дети. Потом, постепенно, не знаю, с чем связано, но уменьшилась эта заболеваемость, и у нас мы год прожили спокойно. У нас не было никаких массовых вспышек. Один человек заболеет, да, мы высаживали детей, с которыми он контактировал. Некоторые учителя болели, но тоже один болел, потом выздоравливал, другой заболел. То есть не массовая история, школа продолжала работать. Мы работали очень спокойно. У нас не было никаких проблем, поэтому прожили год, в общем-то, нормально. В сравнении с 2020 годом вообще отлично прожили его. Ну, там уже опыт был накоплен определенный за эти месяцы. Были готовы к худшему, и поэтому казалось, что, в общем-то, все нормально проходило. Слава Богу, да. Все нормально проходило. Все ходим в школу. Таких каких-то особых накладок, связанных с организацией учебного процесса, питания, не было. Может быть, мы не могли на 100% все-все соблюсти, что Роспотребнадзор написал, потому что иногда просто объективно невозможно сделать, связано с какими-то особенностями помещений, зданий или количеством этих классов. Но так-то мы старались максимально то, что в наших силах реализовать. То есть оборудование только нам, опять же, с помощью министерства, это даже не мы, мы тоже кое-что покупали, но вот если учитывать то, что нам еще министерство закупило централизованно, примерно на 200 тысяч мы там купили рециркуляторы, дозаторы для рук, очень много покупали антисептика, были у нас и маски, и перчатки, в общем, все старались все эти вещи соблюдать. И я думаю, что все нормально. У нас проверка Роспотребнадзора проходила весной. В общем-то, нам по этой линии каких-то замечаний не было сделано. А перед началом учебного года что происходит в школе обычно? То есть там тоже идут проверки какие-то ведь? Нет. У нас сохраняется такая процедура приемка школы, но она в последние годы резко изменилась по сравнению с тем, что было в советские времена, да и потом еще в 90-х, в начале 2000-х годов. Сейчас на приемку школы специалисты Роспотребнадзора вообще не выезжают. Специалисты пожарного надзора выезжают, но они, так скажем, тоже по согласованию. Это, видимо, связано с законом о проверке юридических лиц, когда все проверки должны быть плановыми, а не так вот с бухты в барахты, да, надо иметь какой-то план вот этой проверки, что именно проверять. А тут они как консультанты приезжают, смотрят, да, где-то видят какие-то или недостатки, говорят, что вот это бы надо устранить, это проверить там таким образом. Ну, доброжелательно очень проходит эта приемка, потому что в смысл-то, что у нас постоянно ходить, проверять, контролировать и пугать советами, и, конечно, мы всегда рады со специалистами посоветоваться. Ребята ваши, сколько у вас выпустилось школьников, выпускников в 21 году? У нас в 11 классе выпустилось где-то около 35 человек, могу ошибиться, а 9 классников чуть больше 80. Большая школа ведь у вас, это вот просто надо слушателям нашим напомнить, что школа ваша не маленькая. Сколько у вас учеников всего? Ну, примерно тысяча человек. Вот. У нас, значит, первоклассников много, мы набираем 125 вот у нас заявлений. Это же сколько? 5 классов? 5 классов будет, да. У нас самая большая параллель 7 классов, тоже в начальной школе. Ну, это вот был такой демографический всплеск, и он, может быть, где-то сейчас и завершится, там дальше. Ну, мы прогнозируем, что в ближайшие еще 3-4 года где-то примерно по 100-100 с небольшим человек нам будут приходить. По 4 класса. Первый класс. Ребята куда поступали? В основном в Киров или куда-то уезжали? Ну, после 9 класса поступают в основном, конечно, в область. Выбирают какие-либо техникумы. Ну, специально это профессиональные, средние, среднепрофессиональные. 11 класс очень много поступило. Ну, тоже по традиции ВИАДГУ примерно 30-40% поступают сюда. Есть, конечно, те, кто уезжают, поступали, вот, популярен, вот, Казанский университет оказался. А в Казани едут, вот, не в Москву, в Казань, да? В Казань поступили, в Санкт-Петербургский университет поступили. В этом году я пока не видел, я не всех еще владею, как бы не всей информацией, но вот кого спросил, кому знал, то пока в Москву не увидел, что кто-то поступал. А так каждый год кто-то и в Москву уезжает. Может быть, и в этом году кто-то уехал. Еще не знаю. Ну, в общем, хорошего, счастливого плавания ребятам, да, вам в взрослой жизни уже в вузах новых, выпускникам вашим. В этом году учебный год начался штатно. Готовитесь ли вы там к какому-то изменению? То есть есть ли какие-то, я не знаю, там, инструкции на этот счет, да? Если вдруг ситуация начнет сильно резко меняться с коронавирусом, я имею в виду, заболеваемость, да, то вам говорят, будьте готовы к тому, чтобы школа ушла на дистанционное обучение. Потому что были вот сообщения такие в интернете перед началом учебного года. Ну, все-таки говорят, что да, и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. То есть если будет необходимость показания, то выйдем на дистанционное обучение. Ну, мы надеемся, что хуже уже не будет. Но есть какие-то контрольные цифры по каждой школе, или это будет зависеть от ситуации в регионе в целом? Это, наверное, может зависеть и от ситуации в регионе в целом. Это уже будут отслеживать, ну, там, областные органы. Ну, или если возникнет какая-то ситуация, там, непосредственно в самой школе, тут уже Роспотребнадзор будет, там же у него есть определенные цифры, при которых надо закрывать, например, класс, или там параллели, всю школу. Это зависит от количества заболевших. Но вам про эти цифры пока не говорили, да? То есть это... Ну, там примерно-то знаешь, вот если заболело, сейчас не помню, там, сколько-то процентов, 20, что ли, процентов, если заболело в классе, то надо класс выводить на карантин. И аналогично так по школе. Ну, 25 человек, это 5 человек, если болеет, то все, значит. Да. Да, Игорь Витальевич, не спросил о вас в самом начале, еще там, по итогам прошлого года, да, учебного, а что сейчас с допуском родителей в школу? Я помню, что когда коронавирус начинался, я просто живу напротив школы в Кирове, да, я вот видела этих родителей, которые там гуськом ходили по периметру школьного забора и дожидались детей. Сейчас ведь нет этой проблемы. То есть сейчас и родители в школу пускают, и какие-то дополнительные занятия массовые, там, какие-то выходы, может быть, классом, это не запрещено все. Ну, мы ограничили посещение школы, повесили объявления, такие строгие, что родителям, ну и посторонним вообще. Ход воспрещен. Ход воспрещен. Но в целом договорились таким образом, потому что все равно ведь вопросы возникают, общаться как-то надо, что первоначально родитель там созванивается, например, или с классным руководителем, или с учителем, или с завучем, и ему назначается время, он приходит, общается. Родительские собрания мы проводим, то есть, опять же, какие-то плановые мероприятия проходят. Ну, так, чтобы не было просто, иногда есть такие праздно-шатающиеся, которым просто надо прийти, там, поговорить, никого не предупредив, там, вызвать учителя, там, оторвать его от дел, там, и так далее. То есть, ну, поспокойнее стал. То есть, ну, я думаю, никто не обижается, все понимают, все нормально, все вопросы все равно мы решаем. Администрация у меня, так, например, кабинет всегда открыт, то есть, если надо какую-то проблему срочно решить, то ко мне-то в любое время можно попасть. До вас можно найти где угодно, хоть в социальных сетях вам написать, да, хоть по телефону наверняка родители по телефону могут с вами какие-то вопросы срочно решить. Ну, вот накануне этого учебного года и в конце прошлого учебного года мы с вами, по-моему, тоже обсуждали, эту историю, когда началась массовая вакцинация, говорили о том, что педагоги, там, ну, это та категория, скажем так, профессиональных людей, да, та профессия, которые в первую очередь, наверное, будут предлагать прививаться. Что у вас в школе с вакцинацией, это обязательная история или нет? Есть ли какие-то цифры, которые вам сверху из министерства спущены по количеству вакцинированных сотрудников? Подчеркивается, что это добровольно. Все прививки делаются добровольно. Но, с другой стороны, и губернатор говорил, и наши непосредственные руководители говорят, что надо проявить сознательность и исходить из того, что все-таки, если ты сделаешь вакцину, то не будешь представлять уже угрозы для, там, окружающих, для детей, родителей, коллег, с которыми ты общаешься. То есть, поэтому тут бьют на сознательность. Ну, то есть, нет такого, чтобы вам позвонили из министерства и сказали, что Игорь Витальевич, обеспечьте, пожалуйста, 60% ваших педагогов привитых? Нет, у нас такого не было. Ну, а как коллеги-то, прививаются? Прививаются. У нас примерно половина сейчас вот привилась. И я не знаю еще за лето, как ситуация изменилась, потому что, может быть, тот и летом привился. И сейчас мы объявление виртуально-учительской дали, что мне начальник больницы, поликлиники нашей Вахрушевской позвонила, сказала, что поступила вакцина «Спутник Лайт». Некоторые ее ждали еще. Для тех, кто переболел. То можно сделать «Спутник Лайт», и они даже могут выйти, например, в школу. Там предлагают. Ну, там проблем никаких нет. Даже я сейчас шел тут на театральной площади, тоже можно сделать вакцинироваться, прививку. Поэтому, у кого желание будет, они, конечно, вакцинируются. Но такая работа, ну, что ли, убеждать людей, разъяснительная работа, она, конечно, будет проводиться. А вам приходилось это делать в прошлом году, когда вот только-только началась прививочная кампания? Ну, все документы, которые нам поступали из министерства или из Роспотребнадзора, то, естественно, мы их доводили до всего коллектива. Каждый мог почитать, каждый мог там. Ну, были вопросы-то, я думаю, от людей, а вот если я не хочу прививаться, можно ли я не буду прививаться? Наверное, ведь есть такие. Ну, есть такие люди, да. Есть такие люди. Но у нас, например, есть учитель физкультуры, который активно занимается спортом, и он всегда против там различных прививок, вмешательства. Но здесь у него, видимо, кто-то в круг знакомых переболел, и он тут проявил инициативу и подходил ко мне и сказал, что вот он привился. Понятно. Читался. Читался. Я привит. Вы сами привились? Я еще не привился. Пока ждете еще, да, понятно. В сентябре, если вдруг, например, у какого-то из преподавателей будет желание сделать прививку, люди ведь могут это сделать, да, но мы же понимаем, что вакцинация – это такая история, которая может там побочку дать, да, условно говоря. Люди бывают, что на день, на два выходят из строя, что называется. У вас с педагогами был перед учебным годом какой-то разговор о том, что если вы хотите привиться, прививайтесь пораньше немножко? Да нет. Я думаю, как бы вот желание в любой момент привьется. От гриппа мы тоже прививаемся, как правило, в сентябре. В течение учебного года уже, да? Ну, в начале где-то учебного года. Ну, и таких случаев уж я даже, у меня нет на памяти, что кто-то там после прививки плохо себя чувствовал. Ну, даже если такое случится, то ничего здесь такого сверх экстраординарного не произойдет. Ну, слушайте, а вот ваше личное отношение, я смотрю, сейчас идут испытания, как раз подростки спутникам привели, да, и смотрят, как действует вакцина на подрастающий организм. Надо прививать детей или не надо, как вам кажется? Тоже пожелание? Мне трудно вот отвечать на эти вопросы, потому что я совершенно не разбираюсь, и я склонен доверять медикам, и почему-то меня немножко настораживает не очень убедительная кампания, которая идет вот в отношении этой вакцинации. Популяризацию вы имеете в виду, да? Да, потому что, когда я читаю новости, самые разные ресурсы, я постоянно наталкиваюсь на противоположные мнения, причем авторитетные люди выступают как за, так и против вакцинации. То есть какие-то академики выступают против вакцинации, какие-то врачи там, там начинают люди говорить о том, что после вакцины вот у нас заболели, она не помогла, там, и так далее, и так далее. И вот таких убедительных доводов в пользу вакцинации... Видите, меньше? Ну, их, может, не меньше, но их недостаточно. А вот эти все акции, которые были у нас, там, 100 тысяч недавно объявлено было за прививку, уже там, в масштабах России, предприятия разные, там, власти отдельных регионов какие-то, плюшки дарить готовы. Нет, это, я вообще считаю, это не нужно делать, что там за прививку разыгрывать. Лучше отправьте эти деньги на наше здравоохранение бесплатное, которое в жалком состоянии находится, и хоть немножко, и оно там получше себя будет чувствовать. Какие-нибудь лекарства приобретут, какое-нибудь оборудование. А что награждать людей за то, что они прививку сделали, не этим надо убеждать. Надо убеждать другим. Если вот спокойно, просто, я не знаю, меня бы убедил какой-нибудь медик, если бы вот он действительно на аудиторию выступил, и спокойно бы все по полочкам разложил, какой-нибудь представитель именно вот этой сферы, иммунной сферы. Не знаю. Мало у нас медики выступают, и врачи как-то, они... Чиновникам-то им ведь особо в этом случае точно так же не веришь, как и директору школы, когда он начинает говорить о том, о чем он мало знает и понимает. Они просто выполняют какую-то линию политическую, которая до них доведена. А все равно специалисты должны здесь более активную позицию занимать, разъясняющую. Они должны разъяснительную работу вести. Им, вероятно, просто некогда сейчас, наверное. Может и некогда было, конечно. Там загружены сейчас, и врачи же все загружены, они там на полторы, на две ставки работают. Вот это тоже сказывается, перегрузки их. Ну ладно, давайте мы от вакцинации все-таки потихонечку будем к учебному процессу смещаться. Какие изменения в этом учебном году вообще ждут школьников? То есть я вот видела в интернете, например, про некий предмет, который называется личное развитие. Нет, это может быть в каких-то регионах что-то там вводится такого предмета у нас пока не появляется. У нас нет новых предметов в этом году. Все какие были, такие остаются. Никаких каких-то глобальных изменений не ожидается. Есть, конечно, позитивные моменты. Я бы отметил то, что утвержден наконец-то новый стандарт образовательный. Что это значит, простыми словами, для людей, которые не работают в школе или в вузе? Что это такое образовательный стандарт? Ну, любой учитель, например, учитель истории, он работает на основании определенных документов. И среди этих документов в первую очередь учитывается стандарт. То есть он должен, преподавая свой предмет, раскрыть все те темы, все те позиции, которые содержатся в стандарте. Стандарт преобразовывается в рабочие программы. И у нас на протяжении последних лет все учителя каждый год составляли эти рабочие программы. И вот они жаловались на огромное количество такой работы письменной, трудоемкой, очень часто бумажной, ненужной, на ее взгляд. Когда приходилось писать и печатать эти в огромных количествах программы рабочие. Сейчас принято решение, что будут созданы, как было в Советском Союзе, единые рабочие программы, рекомендованные министерством. И можно будет по ним работать и не выдумывать от себя тяну, просто их брать и ими руководствоваться. Это было очень удобно всегда. Потом от этого отошли и вот придумали, что каждый учитель будет там что-то сам сочинять, где-то что-то брать. Поэтому у нас и было, кто влез, кто под дрова. Сейчас попроще будет. Со следующего года, с 1 сентября 2022 года. Вот этот стандарт вступит в действие и будут уже вот такие рабочие программы в помощь учителю. При этом те учителя, которые очень опытные, творческие, которым хочется именно иметь какие-то авторские программы, они смогут эти авторские программы делать и здесь никто их тоже ущемлять не будет. То есть есть возможность взять готовую рыбу, что называется, да, шаблон какой-то, и есть возможность самому разрабатывать. Да. Вы про это говорите. А что? И то, что вот эти сделали программы, рабочие сделают, рабочие программы едины, это очень полезный шаг. Новым будет, наверное, то, что впервые школы все будут работать с программами воспитания. Вот, я хотела спросить, что это за зверь-то такой? То есть вообще, вот как человеку, который от школы далек сейчас, да, мне странно было читать про это. Разве школа воспитанием не занималась? Вроде школа всегда такое место, которое занимается воспитанием в том числе. Сколько мы про это говорили? У меня до сих пор ощущение некоторой странности этого требования, оно сохраняется. Хотя мы тоже разработали программу воспитания, мы ее утвердили и будем по ней работать. Но это подается по таким соусам, что что-то кардинально поменялось. На самом деле, конечно, нет. Все, чем мы занимались, может быть, мы не оформляли в таком количестве бумажных документов, или, может быть, они не так выглядели, эти бумажные документы, да, не так мы их оформляли. Все равно у нас программа-то воспитательной работы всегда была, планы воспитательной работы всегда были. Он общешкольный был, и у каждого классного руководителя он есть. И каждый учитель, который идет на урок, он там ставит, кроме обучающих, воспитательные задачи. Поэтому всегда школа занималась воспитанием. Ну, может быть, это полезно с той точки зрения, что сейчас все участники образовательного процесса услышали, увидели желание государства, желание вот этих органов управления образования обратить внимание именно на воспитательную работу. Это, в принципе, это хуже от этого, конечно, не будет. Это хорошо. А как это будет строиться, Игорь Витальевич? Ну, то есть это какая-то, ну, помимо вот того, что на уроках происходит, это еще какая-то внеклассная деятельность, и классные руководители, и педагоги-предметники? Ну, конечно. Классные руководители ведут свою воспитательную работу, учителя свою. Есть люди, есть заместитель директора по воспитательной работе, есть педагоги-организаторы, есть у нас старшая вожата, например. Люди, которые решают именно разнообразные воспитательные задачи. Кто-то занимается, ну, делает упор на патриотическое воспитание, кто-то занимается добровольчеством, кто-то реализует другие направления, там, экологическое, например, или там развитие творческих способностей детей, ну и так далее. В общем-то, мы чем занимались, тем и будем заниматься. И каждый пишет свои планы, я так понимаю, да, по этой воспитательной работе? Вот написана программа общая, там будет общий план, с ними познакомят на педсовете всех педагогов-учителей, скажут, от чего отталкиваться, что предусмотреть, что учесть, есть определенное общешкольное мероприятие, и далее уже классный руководитель, он, исходя из этого, ну, что-то дополнит там в своем классе, да, с учетом специфики этого класса. Какую-то индивидуальную работу предусмотрят с детьми, там, именно конкретную работу с классом, выезды в театр, походы и тому подобное. А это тоже важно, это тоже туда все входит, да, и выезды в театр, и походы, это все воспитание. Это все воспитание, мы все относим, все, что не к урокам, мы все относим к воспитанию. А какие-то вот активности детские, именно такие общественные, вот волонтерские, у вас же, ваше волонтерское объединение «Новая волна», по-моему, да, называется, это ведь тоже, наверное, воспитательная работа. Конечно, это целое направление у нас, воспитательная работа у нас. Создаются органы школьного ученического самоуправления в старших классах, ну, с пятого начиная даже, не просто в старших классах, а с среднего звена. Ребята выбирают из своих классов актив, и там есть представители класса в общешкольных органах управления, которые собираются, принимают решения о том, чем они будут заниматься, каким образом-то будут оцениваться те или иные мероприятия, в которых они участвуют, конкурсные мероприятия, например, доводят потом информацию, эти лидеры до своих классов, ну и так далее. То есть у них довольно разветвленная система вот этой работы. И есть еще, да, у нас детская организация «Новая волна». У них свои цели и задачи. Это лидеры, они организуют команды разновозрастные, между этими командами проходят, ну, такие турниры, обучающие какие-то лагеря организуются, и они участвуют в конкурсах школьных, там, районных, областных, готовят социальные проекты, защищают эти проекты. Если их допускают, то они реализуют их в школе, затем рассказывают, что получилось, что не получилось, там, их оценивают и так далее. То есть такая большая работа. И она очень разноплановая. Мы об этом давайте чуть-чуть попозже поговорим, после небольшой рекламы, полторы минуты перерыв, и мы вернемся. Программа «Особое мнение» продолжается. Игорь Олен в нашей студии, директор средней школы поселка Вахруша, блогер, что удивительно, да, но Игорь Олен, наши слушатели знают, вот, про воспитательную функцию школы мы говорим и про новую волну. И я, насколько помню, ведь школа ваша, это ресурсный центр по развитию добровольчества как раз, да? Да, в Северном образовательном округе. И вам, по-моему, уже не первый год даже. Наверное, год третий. То есть воспитанием вы и так уже занимаетесь, изо всех всего, что называется, в том числе... Да, все школы всегда им занимались. Ну, может быть, этот план позволит заниматься там более системно, что ли. Не знаю. Посмотрим. А что с отчетами? Вот, вот, вы простите, пожалуйста, я тут сейчас, вот, пока перерыв был, зашла к вам в журнал, да, в ЖЖ, и вижу у вас августовскую такую зарисовочку. Триумфальное шествие бюрократизации образования продолжается. Вот эта история с введением воспитания, она не закончится тем, что учителей загрузят сверх меры еще больше бумажной работы, надо будет писать какие-то отчеты о том, как воспитывают школьников. Всегда такая опасность существует в нашей системе. что как-то уже за последние годы устоялось, что любой шаг сделай, потом нужно его еще описывать, все подсчитывать, отчитываться там и так далее. Поэтому, конечно, очень утомляет именно эта бумажная отчетная работа. Ну, а, конечно, в какой-то мере отчетность нужна, нужны мониторинговые исследования, но у нас они уже чересчур стали объемные, частые, постоянные, надоедают, особенно для администраторов. Мы все-таки стараемся учителей, педагогов уберечь излишней писанины. То есть, конечно... Это на ваши плечи как директора падает в первую очередь, я так понимаю. Заполнение всех... Директора и замов. Всех, всех. Бедные замы, они с утра до вечера вынуждены заполнять огромное обилие этих отчетов. Поэтому, к сожалению, проблемы это существует. Ну, с ней постоянно борются, постоянно ставят задачи уменьшить вот эту бумажную нагрузку на школы. Посмотрим, будет что-то получаться или нет. Так, с иронией иногда я вот пишу такие посты. Да, я вижу. Вы пишете о том, что к вам обратился Центр управления регионом и попросил вашего мнения по поводу того, насколько много бумажек в школе приходится заполнять, и вам пришлось, как я понимаю, в ответ на вот этот запрос заполнять очередное количество бумажек. Ну, были смешные совершенно истории, когда Ливанов в свое время выпускал приказ о снижении бюрократической нагрузки на школы. Би министра федеральной, да? Да, и мы потом в течение года или двух заполняли отчеты, количество отчетов каждый месяц. И у меня получалось где-то там по 40-50 отчетов, например, в месяц, да, если их писать. Но это если не брать еще бухгалтерский отчет, да, потому что бухгалтерия, она заполняет свою массу отчетов еще огромную. И, конечно, их получается довольно много. В общем, геометрической прогрессии выросли вместо того, чтобы уменьшиться, получается. А избавиться как-то вот от этого всего возможно или нет? Ну, вот на уровне, раньше же как-то работали без заполнения этих отчетов. Вы вроде учились дети и выпускались, и в институты поступали. Я думаю, можно просто задаться вот этой целью и посмотреть, откуда она берется, эта излишняя нагрузка, с чем это связано. Это какое-то связано не с координированностью, наверное, действий различных. Потому что очень много сейчас структур управленческих и каких-то центров, которые выполняют свои задачи. Кто-то занимается там профориентацией, кто-то занимается патриотическим воспитанием, ну и так далее. Их очень много сейчас. И они все наверняка какую-то полезную роль выполняют, но они вынуждены, видимо, по каким-то своим задачам и целям запрашивать то одну информацию, то другую со школ. Не знаю, это можно все каким-то образом упорядочить и сократить эту нагрузку. Иногда эти совсем какие-то странные запросы появляются. Но я думаю, что они не всегда и чаще всего не инициатива на местах. У нас очень централизована сейчас система. Она такая административно-командная стала. И в приказном порядке, скорее всего, идут запросы из Москвы, а там этих центров вообще невероятное количество. всяких же еще, там, Рособронадзор, там какие-то академии самые различные. Какие-то соглашения подписывают с министерством, что они это узнают, тут улучшат и так далее. И вот они посылают огромное количество запросов, и мы постоянно заполняем эти информационные справки. Я, честно говоря, не верю, что там кто-то сидит и читает это все. То есть если от каждой школы приходит в таком объеме бумажная документация, явно же, наверное... Я не представляю, какое количество людей нужно, чтобы все это прочитать, изучить, куда-то занести в какие-то таблицы, а потом проанализировать. Вот одна из проблем, что мы никогда не видим результатов того, что же мы отчитались, что там в конечном итоге получилось, для чего это все было собрано. Они, может быть, и делают там какие-то выводы, может быть, кто-то и читает, все, не все, это я уж не знаю, но до нас-то не доводится. Для чего это мы все заполняли? К чему пришли-то, наконец? А по факту это получается что? То есть время... Ваше время, например, ваших заместителей, оно вместо того, чтобы было бы посвящено детям, оно вот занимается бумажной работой, получается. То есть это время можно было бы детям уделить. И вот очередная история, очередной пример того, что хотели как лучше, а в итоге-то как бы нагрузили, и вот не факт, что лучше стало с бумажной работой, цель вроде благая, да, но исполнение, конечно, хромает. Я, кстати, вот в этом смысле еще один ваш пост хотела процитировать. Вы вначале упомянули систему бесплатного питания для школьников, в начале нашей программы горячее питание, и сказали, что это отличная вообще идея. Но вы пишете, и это тоже августовский пост, о том, что около трети средств, выделяемых на горячее питание школьников, отправляется в отходы. Что это значит? То есть получается, что не все съедают? Да, не все съедают. Мы вот с родителями, у нас есть комиссия родительская, которая контролирует организацию питания и призвана каким-то образом совершенствовать ее своими предложениями. Мы ходили и замеряли количество отходов. И их получалось довольно много, по первоклассникам иногда до половины, из того, что им выдают выбрасываться сразу. Ну, там, учащихся постарше четвертый класс, там, третий, например, может уйти в отходы. И когда мы обсуждали, почему такое происходит, ну, например, одна из точек зрения была такой, что вот первоклассник получает слишком большой обед, который, ну, просто не в силах съесть. Желудок у котенка не больше наперсток, не вмещается, да? Например, там, 200 граммов суп или там 250, сейчас не помню, 90 граммов горячие блюда, там, котлета, например, 150 граммов гарнир, там, компот, там еще предлагается ему, например, фрукт какой-нибудь или салат. И дети, многие просто это даже не съедают, некоторые даже не дотрагиваются и сразу уносят это все, вываливают. И когда родители, ну, задумываются над тем, а не уменьшить ли нам, а уменьшить мы не можем, потому что есть нормы санитарные, которые строго доведены Роспотребнадзором. То есть у нас возможности каким-то образом серьезно изменить вот это меню, у нас их практически нет, потому что все очень до мелочей регламентировано санитарными нормами. Вот у нас все зарегламентировано, вот на этом просто примере можно показать, что с одной стороны, конечно, благое дело, все равно лучше, пусть кормят, да, там, пусть часть уходит в отходы. Пусть даже просто есть. Но каким-то образом, ну, чтобы сделать, ну, так, как хотелось бы, нужны, наверное, другие помещения, да, чтобы это были не маленькие помещения, где тесно-тесно сидеть, да, чтобы это были просторные столовые. Затем, соответственно, оборудование в столовых должно быть другое. Нельзя на 400, вот у нас 80 детей, которых надо накормить, например, нельзя на них напечь блины. Они бы, наверное, с удовольствием видели, блины, оладьи ели, но напечь на такую массу, на нашей там сковороде, на нашей плите, невозможно. Поэтому что-то другое приходится предлагать. Должно быть, наверное, другое оборудование, может быть, немножко другая организация. Кто-то даже, я читал, когда обсуждения идут, вот это питание предлагал, неплохо было бы, шведские столы бы были, да, чтобы... Ну, чтобы могли дети выбрать. И мы это видим на примере некоторых зарубежных школ, когда там показывают, что дети идут вдоль линии раздачи, да, и выбирают себе то блюдо, которое хотят. Вот, наверное, к этому надо стремиться. Но пока вот такие реалии, какие есть, это уж дело далекого будущего. Во всяком случае, шаг вперед, он сделан. Его все равно надо позитивно оценивать. Но вот какие-то определенные минусы, они все равно есть. Над этим тоже надо работать. То есть и мы будем работать, продолжать каким-то образом все-таки стараться довести долю этих отходов до минимума. В общем, все будем стараться делать так, чтобы в школе было детям комфортно, чтобы знания, которые они получали в голове, у них закреплялись. Спасибо большое, Игорь Оля. Ну, еще раз с началом учебного года, со стартом всем ребятам усидчивости и педагогам терпения. Спасибо. До свидания. До свидания.